В 12 часах езды отсюда мы узнали о мини-деревне монахов. И мы хотим туда поехать. Да, мы очень хотим туда поехать, но дорога к этому городу очень горная и опасная, как говорят в интернете. А еще, как говорят, туда нельзя иностранцам, то есть китайцы могут пройти спокойно, а меня могут не пустить. Но мы все же попытаем наше счастье. Поехали. Также мы купили зимнее одеяло, потому что объективно в горах будет холодно, особенно зимой, скоро зима. Давай собираться. Давай. Надо набрать воды для душа, а также слить наши отходы. Ждем воду, пока наберется и можем отправляться. Перед тем, как мы поедем, я хочу сделать техосмотр машины, потому что на всякий случай проверить тормоза, масло и так далее. Когда мы жили в горах, в доме на колесах около пары месяцев, нам очень хотелось уже в город, знаете, нормальная еда, маникюр, педикюр для ирис там и так далее. Сейчас, после того, как мы пожили целый месяц в городе Чэнду, а здесь на секундочку 21 миллион человек, это прям огромный мегаполис. Нам хочется обратно на природу, в горы, в тишину и покой. Поэтому погнали. Так, он говорит, неделю целую займет, чтобы починить машину. Там, короче, масло течет. Он говорит, нужно все разбирать, потом как-то делать. Мы такие, понятно все. Поэтому сейчас научат меня смотреть уровень масла в двигателе. Потому что я вообще в этих вещах не разбираюсь. Я вообще блогер, если что. Они сказали, что проблема это не критичная, потому что если проверять постоянно уровень масла и он не будет падать, то все круто. Поэтому мы купили целую баклажку масла для двигателя и антифриз. На всякий случай взяли его контакт, мало ли что. Уже 5 часов вечера мы только-только стартуем наш трип. Поэтому мы решили заказать немножечко Макдональдса, покушать перед дорогой, выпить чайку и в путь. Также мы зашли в супермаркет, чтобы закупиться едой. Потому что в горах вряд ли что-то найдем. Так, у нас выбор между кишками, коренными лапками и крылышками. Вот думаем, что бы взять. Кишки свиные, если что. Вот еще думаем в жабку взять. Живые, да, живые. Съедобные каштаны. Вонючие дурианы. Ах, красота, я люблю запах дуриана. Вот здесь расположено все, что мы взяли. И это нам все обошлось в 284 юаня. Что равно 38 долларам США. А если вы хотите закупиться выгодно, то не пропустите самую большую распродажу Алиэкспресс 11 ноября. Алиэкспресс – это крупнейшая онлайн-платформа по продаже товаров, на которой пройдет невероятная акция ко Всемирному дню шоппинга. Кроме огромных скидок до 90%, Алиэкспресс решил давать деньги на покупки. Раздавать деньги на покупки? Да, ты все правильно услышала. Начиная с 11.11 покупай товары на 1111 рублей на Алиэкспресс и получи кэшбэк еще 1111 рублей на новые заказы. Тут можно найти что-то для меня. Да. О, еще я хочу новые штаны. Хорошо. С 11 по 17 сентября не пропустите акцию ко Всемирному дню шоппинга на Алиэкспресс. Переходите по ссылке в описании и закупайтесь со скидками до 90%. Морозильник, холодильник, забит едой. Можно ехать. Ночная дорога в Китай очень красивая. Много неоновых вывесок. Дороги ровные. Просто кайф. Это самый густой, блин, туман в моей жизни. Только посмотрите, нифига не видно. Да. Мы ехали около трех часов вверх. Мы сейчас на высоте 4000 метров. Я встал из-за руля, у меня голова кружится, потому что здесь воздух разряженный. То есть воздух ненасыщенный кислородом. Осталось найти место, где переночевать. Сейчас 12 часов ночи, кромешная тьма. Елиз, как ты себя чувствуешь? Голова кружится. У меня тоже. От непривычки залетели в горы так быстро. Надо было по чуть-чуть, наверное, как-то. Елиз, а ты как? Фейфей? Хочет уже выбежать. Здесь реально холодно. Получается у нас матрас, одеяло и еще одно одеяло, чтобы было тепленько между двумя одеялами спать будем. Будешь со мной спать, да? Да. Хорошо. Уютно. Удобно. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Мы съехали с трассы, сейчас непонятно где мы. Но мы на высоте 4000 метров. Но зато, я думаю, вокруг нас очень-очень красиво и горно. Не знаю, давайте завтра это увидим. Сарийской укутались теплыми одеялами, потому что мы высоко, здесь холодно. Вообще другой климат. У меня очень сильно болит башка, я особо не спал. Вот просто, не соображая, голова кружится. Я уже думал возвращаться, честно говоря. И вот ребята, просто здесь припарковались. Я выбежал, говорю, ребята, у вас есть баллоны кислорода. Потому что я просто офигеваю. Боже мой. Ирис тоже, нам тошнит. Голова кружится, болит. Мы спать не можем. Это просто что-то с чем-то. О май гад. Он Ирис кашляет за кадром. Ириска, держи. Сейчас 6 утра. Посчастливилось. Ребята просто припарковались, они едут встречать рассвет. А сейчас вот через час будет уже рассвет. Короче, голова все равно еще болит. Но уже не тошнит. И хоть в голове прояснилось, потому что оно просто как в тумане. Просто не понимаешь, что происходит. Я вам говорю. Глаза красные тоже из-за давления, видимо, да? Главное, котам пофигу вообще. Бегают, прыгают. Вот, сейчас я прям реально как ожил. Фух. Ты в порядке вообще? Все нормально? Все нормально? Блин, только что Ириска нарыгала в раковину. Я уже себя нормально чувствую. А Ириску продолжает тошнить. Ты чувствуешь лучше? Да. Уже лучше? Да. Вау, ребята. Зато здесь такая красота. Блин, солнце поднялось и я просто вижу облака. Посмотрите. Вау, вау, вау. Просто капец. Мы вот там вот проезжали в ночи и вот поэтому такой сильно жесткий туман был. Посмотрите, облака. Офигеть, какая же красота. Я хочу смешать себя намного лучше. И в огонь и воду со мной, да? Да. И в огонь и воду. Молодежь себе развлекается. Смотрите, как туман поднимается вверх. Прямо на наших глазах. С таким видом реально аж настроение поднялось и хочется ехать дальше. Класс вообще. Вот что, если не это? Что, если не это и есть в жизни? Кайф. Просто, блин, офигенный кайф. Да, не идеальный, но зато я запомню это на всю жизнь. Смотрите, просто посмотрите, какая красота. И вот эта часть тумана уже, смотрите, куда забралась. Вот реально вот самые высокие облака и мы прямо на уровне ее, посмотрите. Офигеть. Вид из окна, конечно, просто бомбезный, посмотрите. Клайф. Остался завтрак, чтобы был готов. Ириске опять плохо-то, опять тошнит. Красота. Так красиво. Блин. Чувствую себя аж плохо, потому что Ирис плохо. Блин, как же тут красиво. Просто реально, как будто мы попали на какую-то другую планету. Такая атмосфера. И так светло. Капец, прям по глазам бьет. Капец, прям по глазам бьет. Капец. Капец. Еще сильнее Начало показывать нам Смотрите, уже два Две радуги Радуга проявляется еще сильнее Посмотрите Задул ветерок, смотрите, ребята И все вот те вот облака Поднимаются сейчас к нам Красота Вау, страшно аж как-то Свежий воздух Боже мой, спасибо тебе Тухлятина какой-то воняет О, сейчас так можно Просто посмотрите на это Все уже в тумане Красота Вот что завоняло тухлятиной Смотрите Под нами много Разных скелетов Короче, животных Смотрите, как все надулось Все пакеты поднадулись И здесь тоже все посмотреть Везде, где есть кислород Все надулось Готовлю себе завтрак Ириска не хочет есть, отдыхает Потому что, блин, всю ночь не спали толком, реально И лежали просто И офигевали от этого всего Идеальный завтрак Сухофрукты и ягоды Киона Или как она там называется И жареные яйца с сыром С таким вот видом Как только я поел, меня сразу начало рубить на сон Надеюсь, я уснул Ура, мы поспали Но голова болит сильно Прям вообще давление поднялось У меня никогда в жизни такого давления не было Просто капец Надо чуть-чуть запускаться вниз Ириски Плохо, голова болит У меня тоже болит голова Но Когда двигаешься Я вот сейчас походил, сделал себе кофе Сейчас выйду на улицу, подошел Сразу давление исходит Почему-то, ну лично у меня не знаю, как веришь Так, мы проснулись И смотрите, что тут происходит Шашлычок Опа Жесть А это, думаю, почему вот там вот Я видел очень много обглоданных костей Так это вот, ребята Бизнес делают И туда, наверное, выкидывают кости Ну, выглядит не очень свежим, честно говоря Не знаю Стоит ли брать Короче, взял немножечко у него мяса Кей Он говорит Маунио Это як Ну, или на русском Я даже не знаю, как Ну, короче, як Хорошо 28 юаней Этот кусочек Здесь покупаешь мясо Режешь И они здесь тебе его готовят Также можно у него уже что-то купить Сосиски Тофу Картошка Короче, разные-разные Смотрите на этого китайца Он вообще не выглядит, как китаец Здесь, видимо, какая-то смесь Да и этот тоже Горные люди Выглядят по-другому Я рисую Давай выходи У меня голова вообще прошла То есть я походил Подышал воздухом снаружи Сразу прошла Не знаю Может, еще кофе повлияло Надо бы еще выпить Но голова Давление Спало, короче Сразу Барбекю? Да Говорит, барбекю? Да Я сам в шоке, блин Где мы? В жопе мире тут барбекю Вообще, смотрите Ничего не видно Туман Сегодня с утра Мы видели такие красивые горы А сейчас ничего не видно Потому что облака поднялись вверх Ого, вот козел За 40 лет нам продает эти баллоны Это дорого, ну ладно Мне любых денег Не жалко для риски Я себя чувствую хорошо уже Не знаю, что произошло Либо кофе на меня так повлияло Либо что Но чувствую себя нормально Ну, блин У меня сердце разрывается Когда риски плохо И что делать, не знаю Возвращаться Это еще часа три спускаться Бенежечка моя сладкая Я чувствую, что этот винт не просто пирожный Потому что у нас есть какой-то смел Смел, да Вот тот, который нам продали пацаны С утра Он какой-то по вкусу нехороший А, этот, дай попробую У этого вкуса вообще нет Я думаю, вы понимаете Что ребята будут делать с этой овечкой Которую взяли, блин, с гор Откуда-то, оттуда Жаль, но, наверное, это вкусно Опа А типочек не может завести машину И у меня теперь опаски И что, а вдруг мою тоже не заведу А если мы сейчас не заведемся? Ну, момент истины, ребят Я уж испугался Потому что мы здесь намного дольше припаркованы Чем этот Мерс Мы здесь уже, получается, со вчерашнего часа Ночи А сейчас уже у нас там четыре дня Вот этот мужик говорит, что мы сейчас на самой вершине То есть сейчас, если дальше пойдем То мы начнем уже спускаться Блин, кто мог подумать? Мы просто в ночи где-то остановились Нашли вот этот паркинг Потому что, блин, ну, реально опасно было ехать Туман был И мы вот здесь вот в итоге остановились А оказывается, мы на самой высокой, блин, точке Сейчас нам шашлык доготовят И пойдем спускаться Чтобы риски было легче На первый взгляд мясо оказалось не очень свежим Но когда я его попробовал Я понял, что оно очень свежее, сочное и вкусное Я чувствую себя уже хорошо Вот и здорово Супер Ура Я счастлив Фух, ну что ж Мы немножечко расчехлились Нас мясо поправило Сейчас выпили чайку И в путь И заметьте Мы спускаемся Ура На карте мы увидели маленький городочек Деревушку Дальше Вниз по дороге Поэтому сейчас, наверное, туда поедем Вот, посмотрим Отдохнем, может быть, еще Не знаю Дальше мы проезжали какую-то просто суперневероятную красоту Вы только посмотрите Ехали-ехали Решили устроить небольшой перевал Поснимать Очень тут красиво Фух, спустились с гор Вот сейчас в какой-то мини-деревне На паркинге Вот припарковали нашу машинку Пока не хотим ехать никуда дальше Отдохнем Потому что получили максимальный стресс Наш организм просто в шоках Я вот прям чувствую Я вот сейчас дышу Просто обычным воздухом У меня уже голова тоже кружится Только уже от, наверное, перенасыщения кислорода Просто капец Какое же здесь солнце Блин, как же все-таки глупо получилось Что мы до часа ночи ехали наверх Я думаю, дальше наверх я не поеду уже И остановились на самой вершине Но зато огромный плюс То, что мы посмотрели на невероятный рассвет В жизни такого не видел Фух Но сейчас мы спустились И я прям чувствую, что туман в голове проходит Мы на высоте 3000 метров над уровнем моря Уже легче Ириска отдыхает Я тоже пойду отдыхать Потому что стресс получил максимальный Завтра продолжим наше приключение Остаток дня мы ничего не делали Ириска спала Я поехал покатался на велосипеде Купил немного продуктов покушать Дальше мы с Мьо Мьо смотрели фильм Эверест После сегодняшнего опыта Я точно прочувствую этот фильм на максималках Доброе утро, мир Доброе утро, мир Мы офигенно выспались Выграли котов Сняли велосипеды И теперь поедем Покатаемся по этой мини-деревне По этому городку Да? Да Идем завтракать Идем завтракать, да Пойдем позавтракаем Какая же красота здесь Ехали-ехали по этой деревне И вот увидели какой-то ресторанчик Пошли туда В общем мы заказали вот этот сет на двоих 268 юаней Это примерно 30 долларов Вау-вау-вау, ребят Вы просто посмотрите Какая красота Это просто что-то с чем-то Прямо как на картинке Я думал, что не будет И вот сейчас мы будем готовить Прямо в этих двух супах Это такой остренький суп А это... What's this soup with? I don't know Like a bone, I think А, ну просто на костях супчик И вот здесь у нас огонь В общем будем сейчас готовить Прямо здесь у стола Красота Также овощи у нас тут разные Грибочки, зеленушка Какая-то лепешка, не знаю Блин, ну выглядит все просто Максимально круто Также тут есть разные соусы Вот так вот можно насыпать Точнее приправы Даже не соусы, а приправы Перец, чеснок Перец опять Это сухой Зеленушка разная А это что такое? Соевые разные соусы Мы второй день в горах И на самом деле чувствуем себя уже нормально Потихоньку тело адаптируется Несмотря на то, что в 3000 метров Это все равно высоко Осталось найти кофеек Будет вообще замечательно И можно в путь Красота До города Монахов Нам еще ехать целых 8 часов 23 минуты Поэтому давайте прогревать машину И ехать Ехали около часа Очень красивые виды И сейчас мы вышли Хотим прогуляться Да, хотим прогуляться Вон там вот я вижу какой-то базарчик Давайте посмотрим Уже нам что-то продают Только зашли Он уже попробуй, попробуй Короче, решили взять немного сливы у него Он говорит, сам ходит Вон в ту корзину ходит Собирают в горы Сливу Предлагает яблоки Я говорю, мы уже купили Я вчера яблочки купил Все продают одно и то же Грибы Яблоки Сливы Финики Короче, всех одно и то же Вот так вот Мы прошлись Мы купили у ребят пельмени Они сами здесь лепят пельмени Вот взяли на вечер, на ужин Сварим себе пельмешек Дочь и мама Вот так вот прикатили телегу Прям здесь готовят себе Смотрю тут какие-то ребята Оделись Как-то по местному Я не знаю, как это даже назвать Подошел, спросил Говорю, почему вы так нарядились Они говорят, потому что свадьба Говорят, невеста должна быть С минуты на минуту Я дождусь, хочу посмотреть на невесту Он говорит, давай с тобой сфоткаюсь Я для них тоже что-то необычное Как и они для меня Тоже хочет, тоже хочет сфоткать Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Я знаю, что это для удачи в тибетских таких традициях в Тибете, а мы как раз недалеко от Тибета. Только что спросил от этого мужика, говорю, а что они пьют? Он говорит, алкоголь. Каждый пьет вот эту штуку, которую им дают, и каждому надевают этот шарфик. Они уже несут, я говорю, не-не, спасибо, я за рулем. Вот шийся. Это уже какое-то пиво, типа. Какое-то домашнее рисовое пиво. Короче, крепкое я не стал брать, а вот пиво попробовать, чисто пригубить. Но там он мусор... Ох, мусора уже увидели, что я пригубил. Вон, они уже меня увидели, а вон там вот мой дом на колесах. А ну, Ириска, попробуй. Странный вкус. Да, я согласен, очень странный вкус. Какое-то рисовое пиво. Смел хорошо. Пахнет хорошо, говорит. Пахнет. 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 Из этого сделали какое-то типа пиво или... Ну, забродили. Я не знаю. Но вкус странный. Мусора не смотрят. Ну, градусов 10 точно есть. Я не буду глотать, мало ли. По вкусу напоминает такой долгий забродивший квас. Да? Да. Ничего не поняла. Вообще не слушала даже. Но да. А она поняла, она поняла. Блин, беру свои слова обратно. Я у нее спрашиваю, ты красишь волосы? Она говорит, нет. Представляете, бабушка не сидеет вообще. Смотрите, ну только чуть-чуть там, да ладно. Ну, 80 лет, что вы хотите. Специально поставил камеру, чтобы вы понимали мой рост и рост бабушки. Вдобавок к пельменям дали еще много всего. Каких-то овощей там и так далее, чтобы сделать вкусный супчик. Взяли еще немного инжира в дорогу. Мя-мя. Так, интересно, нас остановят полицейские или нет? О, мне повезло, они остановили автобус. Досматривают автобус и никого нет. Все, можно давить на топку. Такое ощущение, что мы не в Китае, а где-то в Австрии или Швейцарии. Просто посмотрите на эту красоту. Мы потихонечку ехали, рассматривали эту красоту до самого потемнения. Сейчас съехали с трассы, припарковались у самой реки. Будем спать с шумом речки, да? Да. И заодно завтра посмотрим, красиво тут или нет. Потому что сейчас темно и тяжело сказать. Доброе утро, мир! Я очень сонный, надо бы кофейку выпить. Такая красота, вообще капец. Ириска пойдет приготовить нам завтрак, потому что, блин, такая холодильная, хочется кушать. А я полетаю с дрона, посмотрю, в какой мне красоте. Короче, мы купили какие-то макароны быстрого приготовления. Ну, типа, дорогие, смотрите. И тут вот нужно их растягивать самостоятельно. Номер два. Ну, Ириска, давай, растягивай. Знаете, как в фильмах растягивают или в ресторанах китайских растягивают? Не порви ее. Ну, все достаточно. Пускай будет широкая лапша. Ой, блин. Короче, я порвал ее полностью. Ладно, нормально. Пускай у нас будет широкая плотная лапша. Да, Мемё? Шо ты замерз? Мемё спала всю ночь под одеялом со мной. Ну, что? Что? Понравилось? Шо тут с нашей лапшой пошло не так. Вот что Ириска приготовила. Макарошки, креветки, брокли, кукурузку, кинчик. И вот такой вот у нас вид на речку, на горы, на природку. Красота. Очень вкусно. Прям вообще кайф. Знаете, макарошки? Короче, здесь настолько круто, что нам никуда не хочется ехать. Да и тем более у меня много дел навалилось. Вот сейчас буду сидеть, работать, пить чаёчек, смотреть на корова, которая купается прямо здесь. Красота, блин. Мне очень здесь нравится. Поэтому сегодня мы, наверное, здесь ещё раз останемся и завтра продолжим наше путешествие. Обычно жена готовит мне. Ну, я тоже иногда готовлю. Вот что приготовила моя любимая жена. Это у нас крылышки. Вкуснячие. Красота. А тут у нас вот такая вот рыбка. Типа шпроты. Китайские шпротки. Ну, конечно же, чаёк, кинчик и видочек. Сделал себе кофеёк и пора прогреть машину. Что-то минимально всё запотело. Короче, ехали-ехали. Тут дорога перекрыта. Ну, блин, ну какая же здесь красота всё-таки. Я вот реально просто в шоке. Мы как будто бы не в Китае, а где-то в Австрии или Швейцарии. Просто посмотрите. Вот, посмотрите на эту картину. Дом на колёсах и горы. Красота. Вообще, блин. Интересно, сколько нам здесь ждать? Говорит, пару минут подождите. А вот эта хрень орёт. Покупайте мои яблоки, покупайте мои яблоки. Что, блин? А где Пинго? Где яблоки-то? Пока дорога перекрыта, китайцы выкручиваются и продаёт яблоки. Я ему говорю, мы такие яблоки уже купили. Ну и правда, я думал, какой-то другой сорта. Мы уже прям такие же купили, у нас лежат. Видимо, делают дорогу. До сих пор, короче, ждём. Сказали 2 минуты, уже минут 10 прошло. Вот это красота. Правда, дорога не очень. Поднялись на вершину, припарковали. Здесь вот такой вот небольшой view point. Давайте посмотрим. Коммунистический Китай, прикол. И там вот этот парниша, который яблоки продаёт. Какое же здесь солнце жёсткое. Прям такое яркое. Интересно, насколько мы высоко? Местная женщина. Опять очень маленькая. Просто капец. Такой вот этот вид. Как в каких-то мультиках просто, капец. Или в фильмах. Мы на высоте 4114 метров, смотрите. Как раздражает этот его граммофон. Не понял, что сказал, но да. Ещё, знаете, он говорит так. Ла-ла-ла. Типа, подойди, подойди, покупай яблоки. Подойди, подойди, покупай яблоки. Ещё таким ярым голосом. Говорят ехать медленно, потому что много аварий здесь. Поднимались, поднимались, теперь спускаемся. Фух, наконец-то нормальная дорога. Мы минут 40 спускались просто по ужасной дороге. Сейчас снова широкая, нормальная, ровная дорога. Приехали в какую-то деревушку. Сейчас мы пойдём исследовать её. Заодно, может, где-то покушаем. Деревушка нам сразу понравилась. Очень красивые виды, красочные здания и атмосфера старого Китая. Так, тихо и спокойно здесь. Даже в такой деревне, вот смотрите, камера. Красота. Она сказала, покупай яблоко. Два по цене одного. Не поверите, он нас догнал. Он нас догнал. Преследует нас, блин. Реально, мы часа два его не видели. Как же тут красиво. Класс. У меня же не хочется отсюда уезжать, честно говоря. Смотрите, типы пьют чай вместо пива. Здравствуйте! 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 короче мы решили остаться в этом городке в этой деревне уж больно сильно красиво здесь вот завтра с утра еще погуляем позавтракаем здесь и поедем дальше все-таки продала мне яблочки они такие какие-то прикольные прям домашненькие 5 яблок 2 юаня вообще капец дешево сегодня будем спать вот с таким вот видом прямо из окна пойдем покушаем мы решили покушать здесь потому что там есть люди а мы всегда кушаем там где много людей потому что если там много людей то там свежие продукты и вкусно печечка работает тепленько греемся пьем молочный чай вот такой вот у нас скромный ужин здесь у нас мясо яка с очень-очень острым перцем я просто офигел когда попробовал тут у нас слегка обжаренная картошка с квашеной капустой и слегка обжаренная белая капуста риса здесь не было потому что местные люди здесь не кушают рис поэтому мы взяли местные хинкали скажем так на пару да оказывается не все китайцы кушают рис как риска я ждал два момента 10 лет а именно моменты когда смогу соприкоснуться с кумиром своего детства и сказать спасибо человеку который вдохновлял меня на жизнь вдохновлял меня идти в страх он меня вдохновил на поездку в чехию свою самую первую за границу это было страшно вдохновил меня на поездку в китай где я сейчас нахожусь этот человек саша тихомира и как вы можете заметить весь выпуск я в его бренде одежды да я как блогер дорос до того что стал его амбассадором амбассадором его бренда одежды и для меня это не просто быть амбассадором для какого-то рандомного бренда одежды нет для меня born to be это прям часть моей жизни потому что я следил как создается этот бренд через блоги который делал саша тихомиров и самое главное вдохновлялся его стремлением тем как он делает все это тем как он ошибается потом все это исправляет потом снова ошибается в общем это было здорово и это было моей маленькой блогерской мечтой дорасти до того уровня когда я стану амбассадором так как я лично видел как создается этот бренд и подход саши я знал что это очень качественная одежда но никогда я не носил потому что я хотел чтобы он не и отослал я протестировал своих выпусках и вообще протестировал я могу сказать что это реально лучшая одежда она безумно качественная и вот он он относится к деталям очень очень круто ну допустим вот здесь вот по деталям вот здесь вот есть кармашек да вот на его сумочке здесь тоже есть вот такой вот мини потайной кармашек который она просто идеально подходит для документов важно в общем такие вот какие-то детали очень ценятся в любом деле особенно когда мы говорим про одежду и конечно же как у амбассадора у меня есть свой промокод на скидку в 20 процентов ребята переходите в описании я вам гарантирую если вы просто попробуйте его одежду на себе вы поймете насколько качественной одежда может быть переходите по ссылке в описании заказывайте и давайте продолжим наше приключение доброе утро мир я спал очень крепко и долго я думаю это связано с тем что мы сейчас ниже чем обычно были сейчас мы на высоте 2600 метров всего лишь спал очень крепко нужно срочно идти за кофе что может быть лучше кофейней в горах спасибо что ты здесь есть у ирис кофе с каким-то высокогорным ячменем не знаю что это короче мы проходили мимо в этой деревне увидели барбершоп и решили помыть здесь голову потому что в доме на колесах кончилась вода для душа погнали погнали но я не хочу чтобы они нам мыли головы поэтому я попросил говорили давайте мы сами себе помоем голову ура риски головку помыли а от одного до пяти как тебе понравилось 2 ну ирис 1 один посмотрим как ты будешь мне голову мыть давай так чтоб я весь весь не промок я сам успевался если бы на меня такое чучело бежала 7 лет преподавания детям дают о себе знать да не хочет чтобы я уходила говорю все мне пора мама мама говорит идите учите уроки ругает их идите уроки учить такие бабай зашли сами помыли голову посушили и ушли заплатили 5 долларов за каждого то есть 10 долларов вот еще местные мужики опять же чайочек вместо пива пока заехали заправиться сольем к наши отходы оставшую часть дня мы просто ехали любовались видами я слушал подкаст а и риска не знаю залипала видосики какие-то сейчас хотим набрать водички для душа вот так вот здесь сканируешь qr-код вода начинает течь и все нам ее нужно вот сюда вот то шаусе у квай 5 юаней вот набрали водички для душа сейчас перекусываем орешками и я не хочу уезжать на эту улицу потому что ну просто столько трак драйверов это но это просто капец они все так гоняют просто мазохист реально кита не мазохист ах а те как там камикадзе до этого дорожка была такая нежная такая классная широкая сейчас это просто стресс фух ребят дорога очень была честно тяжелая узкая и очень много грузовых машин все обгоняют просто просто капец стояли около 30 минут очень очень стрессово капец сколько же драк драйверов и все в пыли за них у нас уже машина вся пыльная мы просто блин попали в какую-то строительную зону или что это просто жесть тут очень много разных заводов где мы здесь ездим по производству щепня соответственно очень много грузовиков этих смотрите ребят на скалы справа скалы еще можно еще нужно смотреть чтобы короче не удариться о скалу так мало того еще эти машины вонючие блин гоняют тут просто джипы они едут посередине дороги почему-то виды конечно здесь потрясающе но с этим стрессом не успеваешь наслаждаться посмотрите но это просто как в кино каком-то но машин стока это ужас уже темнеет и вот не знаем стоит ли где-то здесь припарковаться нашли съезд потому что не так много съездов или едем дальше потому что в темноте ехать с меблин трак драйверами crazy я не собираюсь вот это меня больше всего напрягает едет едет короче риска не хочет здесь оставаться надеюсь мы найдем еще один съезд до потемнения до корова это реально самая опасная дорога на которой я когда-либо ехал реально с такой стресс получаю как я буду сегодня спать ночью фух ребят мы выехали из этой жопы теперь мы на нормальной дороге в общем ехали ехали мы с риской допоздна увидели свет ночного города точнее наверное маленькой деревушке решили здесь остановиться припарковаться вот у нас местные местные ребята привет в общем голодные голодные сейчас пойдем намутим где-то еды проходили мимо женщинам готовят шашлычки решили взять о еще нашли больше шашлычков разного разного вида блин а может там набрали на самом деле зашли в местную пекарню тут все такое старенькое аутентичное рис говорит что ее десерт самый любимый который она в детстве когда-то пробовала ела вот хочет купить 2 юаня всего обалдеть это очень дешево и риска фоткает отсылает друзьям потому что друзья тоже в детстве такое ели а сейчас такого нигде нет вкусно как в детстве говорит не помню ну и деревушка тут капец хотим взять местный йогурт у женщины спрашиваю сами делайте англии да сами делаем боже мой какой же все аппетитное вот это свининовки со сладком соусе остальное так ребят никогда никогда не закупайтесь на голодный желудок вы посмотрите сколько еды мы блин взяли я очень голодная доброе утро позавтракали вчерашней стрепней сейчас идем в магазин закупаться кстати мы на 317 дороги и вот она очень опасная прошлый выпуск был про 318 дорогу и она была менее опасная чем это какая же все-таки красивая деревушка ну что нам еще ехать 323 часа 20 минут до города монахов блин когда мы уже доедем что-то очень очень тяжко и долго блин наконец-то дорога нормальная вы посмотрите ну просто идеально и удобно и машине так много и виды очень красивые класс потому что вчера стресняк был полная сейчас прям красота посмотрите проезжали короче увидели обезьяна хотим покормить они очень дикие смотрите боятся нас такие волосатые здоровые ладно не будем их трогать шоу нам далеко еще до этого места я говорю далеко до вашего города или нет далеко до города не мальчунар а предложил ингаре давайте залазьте к нам они такие не спасибо не мальчунар не высшим от золу буш и кайча прейн я у них спросил почему вы идете блин пешком они говорят показывают мне бусы то есть они молятся я меня выгнала ирис смотрите ирис говорит устала ехать снял я на руках так почему-то встали не знаю давайте пойдем посмотрим причину нельзя типа а мы идем себе спокойно посмотреть что там не хочет сниматься видимо опыл за не произошел видите в золото у только охрана пухонан enfants кого-то иный бой прицел лама если он проехать не может нам и наверное тоже не сможем уже начали ехать ом и еще только гуляем дома на колесах все обижаю просто посмотрите на этих обезьяны штука много это просто какой-то капец так хочу покормить недовольный какой-то я очкую они рычат не подходи или сдавай в машину это походу их лидер посмотрите среди на эту рожу ух там еще дофига на на холмах держи держи братан что ты так они очкуют меня слышь да очкует ну все хорошо а то я сам очкую их короче прикольный обезьяны в межсер захолотится боишься что они накинулся начнут тебя грызть вообще насрать как кирис его заставляет показывает обезьяна ему пофигу мимо вообще в шоке спряталась на кровати смотрит на них вот это морда просто какой-то бешеный посмотрите на него капец канон близко подходит реально стрёмно и риска тоже боится его и риска поменьше такая он посмелее стри как близко кирис так у нас сейчас задача дать вот этот орешек обезьянки без ручки вот этой получится нет да да взял убежал бежит бежит да да взял да вот это самый большой самый здорово жопа-то какая красная йоперный театр блин здесь даже медведи есть какая же красота как в кино и же здесь все-таки другие китайцы посмотрите все на китайцы не похож по моим-ка машинку а то грязный уже капец грязненькая четыре месяца не могли помыть блин прям рядом пропускной пункт видите я реально переживаю что меня не пропустят потому что в интернете говорят что не всегда пускают типа иностранцев то пускают то не пускают блин реально надеюсь что вся эта дорога была не зря и мы попадем в город монахов спросил сколько стоит он говорит 10 юаней я ему говорю давай дадим тебе двадцатку по моему получше он такой ok ты в шоке звук мытья машины внутри прям реально стрёмный испугалась? испугалась? блин проедем или нет пропускной пункт какой-то короче говорить нельзя по ходу иностранцам представляете короче я убрал микрофон что-то не думали что какой-то там репортер с богом надеюсь нас пропустит я первый раз такой вижу в китае просто как достал телефон говорит давай в альбом зайду посмотрел что я его подснял такой удалил пошел короче в альбом удалять то есть удаленные видео и там короче можно было нажать удалить а можно было восстановить я ему такой вот смотрите я типа удаляю он такой еще одну удалить там было два видео я удаляю такой все проезжайте а в итоге эти видео остались у меня то есть у меня телефон на английском языке я ему показываю вот смотри то есть в удаленном альбоме удалить типа удали а там написано recover то есть восстановить вообще жесть тип такой прямо серьезный ну слушай извините под подснял тебя он такой ничего страшного типа нельзя так делать и поезжайте фух-фух-фух короче мы ехали 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 до потемнения мы особо сегодня ничего не ели вот остановились в какой-то забегаловке просто ой как тут красиво на самом деле просто деревня деревня самая прям такая глубинка китая и заметив глубинке китая дороге просто идеальные вот такое то них меню ирис мечтает потому что я плохо читаю по-китайски он говорит что он говорит что хрен я туда попаду в этот городок монахов давайте посмотрим на кухню вот разные специи как обычно огонь и вот все вот кухонька такая как аппетитная такой голодный не всегда такой сильный огонь чуть-чуть прожаривают овощи фрукты еле-еле прожаривают и все все витамины остаются то есть все овощи у них прохрустывают еще хрустят вот тут по классике какая-то наливочка с корешочками тут у нас финики тоже наливочка хочу спросить сколько людей здесь в этой деревушке живет тут реально просто три-четыре здания спросил них в этой деревушке 300 человек всего живет поставить да что ты не а не хочет она первый раз видит такое лицо такой разрез глаз так жареное мясо с картошечкой обжаренная капустка и тофу вкусно собрались смотрят на нас откуда вы а шо вы иностранцев здесь просто нет деревенская это самое вкусное в китае лично для меня просто обожаю реально все такое натуральное как будто бы свеженько вкусненько правда местный чат жестко шоу вы опять спите то что такое целый день вот это спят от не вот это спят а ну давайте просыпайтесь поедем сейчас найдем парковку получше где не так близко к дороге потому что очень шумно будет спать сегодня мы будем спать тут плохо видно хочу сделать фотографию для вас очень красиво тут и атмосферно фух ребят я немного волнуюсь потому что сегодня день когда мы узнаем пропустят нас или нет нам осталось ехать всего час или полтора и местные сказали что прямо у входа в город там есть пропускной пункт давайте прогреваем машинку у меня тоже пришла машинку прогревать да короче сейчас дал и риски дрон попробуем сделать видео когда я еду риска будет дроном за нами все получилось очень даже хорошо так круто когда едешь и меняется природа архитектура люди их акцент здесь в китае вот реально как в компьютерной игре едешь и все меняется подъезжаем видите полисчик оба на брен стремно сказали к ним пойти в участок фух ребят нас пропустили ура 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 блин а задавали много разных вопросов по типу как сколько вы вместе куда едете зачем чем занимаетесь такое все пропустили ура сказали только нельзя заходить в академию монахов в этом городке класс я реально думал что вас могут не пропустить смотрите ребят китайцы специально выставляют разбитые машины которые были разбиты на этой дороге и пишут надписи типа вот вот что станет вашей машины если будете гонять уже немножечко подъезжаем уже какие-то видите храмы виднеются но ехать нам еще целый час до самого городка монахов короче мы уже проголодались покушаем заодно познакомимся с местными а это магазинчик у них такой китайцы даже не выглядят как китайцы прикол просто посмотрите на эти аутентичные здания боже мой какая красота я буду не я если не попрошусь так аккуратно не попрошусь в это здание посмотреть как там у них внутри ну интересно же шо вы открывайте я говорю у вас очень красивое здание можно обстрелить говорит хорошо просто обычный мужик посмотрите ребят вау 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 это реально красота тут просто все дело в деталях просмотрите смотрите на детали он говорит сейчас строит другой дом этот дом будут сносить представлять ну что здесь будет огромная дорога пшеничка сушится тут ну низковато вау 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 он говорит мы сами строим этот дом мэйден лама говорит свет у них отключили пока что нет света но вообще просто посмотрите просто быстрее зрительные детали даже внутри все такое аутентичное просто посмотрите красота все такое четенько пересаживайтесь док и док и класс смотрите вот это есть настоящий контент ребят я просто увидел здание пошел проситься в дом он был не готов никто был не готов смотрите просто такого дом вот так вот здесь как красиво тут просто великолепно печечка такая класс аж не верится что все в такое в деталях кушают лепешки вместо риса такой вот у них вид из окна смотрите я лоя не отпускает нас сезен делала я ласисе какие же они гостеприимные сисе говорит бери и или нет и не уйдешь как же тут уютно ребят я вам говорю очень уютно пам красота вы посмотрите смотрите сколько дров тут у них обалдеть видимо зимы холодная здесь он говорит аккуратнее вам сейчас вот скоро будет холодать он водит трак то есть он трак драйвер вот аккуратней час будет холодать дорога будет скользкая то есть давайте берегите себя дал нам на этих печеньях короче предлагал очень много там кофе в чай воды короче вот же люди здесь класс так мы голодный вообще мы остановились перекусить вот какая-то забегаловка ой какое же все такое аутентичное кстати жена женщина она вообще ничего не понимала у нее она не говорит по-китайски она говорит только на тибетском представляете и мы через мужчину у мужчины тоже такой себе китайский мы через него как-то переводили общались сидели круто будем сейчас кушать с таким видом как же эти пельмешки выглядят аппетитно квашеная редисочка с перчиком да ты шо красота типа сделал вид что не увидел не смотрят на меня все на меня смотрят нужно я иностранец и наверное единственный который когда-либо сюда приезжал но не единственно очень редко фух блин объялись этих пельменей надо ехать дальше кто-то припарковался сюда как включить короче блин видимо нужны ключи все а он говорит просто отодвинь просто отодвинь слышь опа чикс что давай выйду потом обратно и затащит и задолка его фан на джелива говорит не надо ну все да ладно едем дальше только проехали полицейский участок где был чек-ап и природа сразу поменялась здание сразу поменялись короче все такое блин классное необычное люди тоже сразу поменялись офигеть мимо познакомься обезьянчики шоу вы тут потушок пел все ты прыгаешь дядя все в шоке нет короче что-то мы очень долгие блин уже темнеет нам осталось всего полчаса до самого городка решили здесь остановиться в этом красивейшем месте с этими блин обезьянами попробуем сегодня спать с обезьянами что с жопой чё так окровавлено я чё так близко к моей жене подходит слышь как дела нормально все время просто в шоке все в порядке фэй-фэй красавчик вообще не боится так идите отсюда вонать его стремно что они меня укусит сейчас это корм для котов он нюхает не нравится ему смотрите понюхал такой а этот хавает другой мяу-мяу все в порядке нет для мяу-мяу это какие-то пришельцы просто реально какие-то пришельцы посмотрите на фэй-фэй он реально хочет выйти блин нам надо быть аккуратнее мяу-мяу-то умная смотрите она не будет ссываться а фэй-фэй прям реально хочет с ними познакомиться но они же сразу закусают фэй-фэй ну ты дурачок или что ну ну что ты такой дурачок китаец в шоке короче шо круто нас обезьяны вообще не беспокоили я думал они будут бегать по дому на колесах там орать сейчас вообще нет смотрите обезьяны просто пропали кота хрен hello hello chillman шо он хочет или спроси его или тоже его не понимают акцент хреновый китайский плохой здорово брата что ты сын здорово братик весь в золоте такой такой цыган чистый золоте такой есть в сапожках прикол так что поехали машину прогрели идем дальше еда у нас кончилась мы не завтракали еще ничего надо пойти и найти завтрак запах просто ужасный фу блин оказывается это они поджигают мусор подъезжаем уже смотрите сколько монахов плюс он много разных монастырей тут уже домики деревянные обратите внимание смотрите ребята да тибетский язык мы с риска его понятное дело не понимаем наконец-то мы добрались голодные блин капец пока поснимаешь пока остановишься пообщаясь сюда бы уже весь день проходит мы очень высоко я чувствую как у меня голова опять кружится заказали иду пока ждем погуляем с местами пообщаемся так мусора стремно как-то немного и стремно что выгонят но мы еще даже самого до самого города монахов не дошли он вон там вот я выучил как сказать по местному привет по-китайский нихао а у них камзон я хотел капюшон надеть но что-то я понял что поздно короче я увидел что полиция короче они говорят давай к тебе к машине пойдем посмотрим твой паспорт хоть бы видео не поудаляли их круче как-то скроешься наверно блин короче полицейские сказали что нельзя мне заходить туда одному нужно куда-то поехать в туристический центр отсюда в этом минут 20 купить билеты и только вместе с автобусом со всеми поехать как они сказали это они не уверены что меня пустят но попробуем сейчас короче я купил целый целое ведро местного йогурта посмотри они другого не было выглядит интересно ой пахнет вкусно ну прям натурашечка такая да а ну иди сюда ох как кефир то есть без сахара что хорошо для желудка класс смотрите сверху такие сливочки первый раз за все это время встретили человека который хорошо говорит по-китайски я тоже хороший китайский что мы взяли баклажаны пельмени с перцем обжаренная белая капустка обжаренное мясо с картошкой ну и рис фух ребят мы опять практически на четырех тысячах метров и у меня опять какая-то такая слабость вялость я вот взял кислородика чтобы отойти но все равно пойдем узнаем сможем ли мы вообще смогу ли я попасть туда в этот городочек монахов или нет он прямо перед нами приехали в какой-то другой город какой-то центр 20 минут ехать чтобы купить билет чтобы возвращаться туда где мы были капец ну что погнали в этот туристический город как здесь на меня еще никогда не пялились прям вообще жесть ребят я на себя чувствую как не свои тарелки все просто все смотрите все проезжают и смотрят какой необычный китай здесь так вот этот туристический центр и вот видимо автобусы которые отвозят в этот городок монахов а вот сам городок смотрите карта так вот здесь покупаем билетики так паренек звонит куда-то узнать пустят меня или нет он не уверен можно ли меня туда пускать короче говорит нельзя купить билеты короче это жесть просто реально мы уже 10 дней в пути наверное я не знаю сколько мы дней в пути но и приехали и говорят нельзя позвонил кому-то нельзя ой блин короче я расстроен и пробраться туда нереально посмотрите все озаборено с колючками с офигеть просто вчера я очень не расстроился что нас не пускают да я даже перестал снимать но сегодня я подумал да в принципе путешествие сюда было незабываемым невероятно красивым и классным да поэтому чё блин расстраиваться он там вот город монахов давайте секретно запустим дрон слетаем туда и посмотрим на городок смотрите ребят вот он городочек а вот где мы припаркованы вон наш дом на колесах как говорят это место славится тем что дома все красные самый основной наверное не вот это а вон там вот смотрите но мы туда долететь не можем сигнала не хватает может в принципе переодеться монахом и скрытно пробраться туда сделал я это или нет вы узнаете в следующем ролике как я тебя учил давай коментарий лайк поспишись спасибо за просмотр пока пока